Из отеля Клеопатра Фатих мы сегодня совершим путешествие на Аланейскую гору. Попробуем оттуда снять хорошие красивые виды на пляж Клеопатры и на город. Мы с вами должны подняться на эту гору, которая в дымке видна, ну и оттуда сделать обзор района. Вот мы подошли к знаменитому сооружению, фаникулеру, который может туристов, гостей города доставить наверх на Аланейскую гору. Сегодня он составляет 45 лир, я понимаю, детский билет и 100 лир турецкий, взрослый билет, билет туда-обратно. Ну вот мы и добрались, по сути дела, до того места, откуда начинается подъем на гору Аланей. Как видно, указатель показывает Кале, 3,5 километров. Ну, это имеется в виду пешочком или на автобусе, или на любом другом транспорте вверх до самой крепости. И у самой подножия горы еще один указатель, пещера Дамлатаз. Попробуем подойти ближе к самой пещере. Вот в нее для взрослого 15 лет, для ребенка 8 лет. Показываю цены и время работы пещеры Дамлатаз. Открывается пещера в 9 утра и заканчивается проход до 10 вечера. Очень многое изменилось с тех пор, когда мы в последний раз побывали в пещере Дамлатаз. Здесь открылся очень большой рынок сувениров, здесь много кафе, здесь и туалеты есть. Если чистого времени взять, то от нашего отеля Патих Клеопатра фотел досюда, ну минут за 20, хорошим шагом можно дойти. По дороге наверх большое количество деревьев оливковых и инжира. Инжир, конечно, здесь у самой дороги мы рвать не будем, его до нас уже оборвали, а вот оливки наливаются. Это синий виноград, и вот он растет на самой дороге. А так выглядит дорога наверх. Плиты, камни, песок, глина, немножко растительности. Чуть до самого верха вся гора усыпана жилыми застроенными домами. Здесь живут люди, наверное, они уже давно здесь живут. И шум туристов, шум машин им, наверное, уже порядком надоел. Но это их любимое место. И отсюда, наверное, они вряд ли когда уйдут. Мне подняться на каких-то метров 50 вверх, как уже хороший красивый обзор города. Мы уже можем просматривать, как красив, как застроен город Аланья. Это гранат, он подпевает еще. А это оливки, вот они у меня на руке. Я поднялся достаточно высоко. Здесь, в одном из ресторанчиков, который устроен на террасе, на горе, мне любезно предложили возможность воспользоваться таким панорамным видом. И я показываю вам берег, залив Аланья. А вот там вдалеке видны буквы. Я люблю тебя, Аланья. Это район Оба. Еще один прекрасный вид на бухту, на пирс, на причал. И как приятно, что всю дорогу наверх тебя сопровождают цветы, растения удивительные, жилые дома, фрукты. Любуйтесь. Дорогие друзья, а мы уже из совсем близкого цели, все ближе и ближе. Вот отчетливо видны очертания стены, башен. Посмотрите, как красиво. Но мы поднимемся на самый верх, вот туда. И вот уже совсем близко видны стены крепости. И, снявшись над башней Куле, я увидел необычный вид. Такой красивый вид. Стен с зубцами, идущими от самого моря до самого верха. Посмотрите, как красиво. Террасы такие. Склон выполнен в виде террас, засаженный деревьями. В отличие от прошлого раза, когда мы поднимались на гору в Куле, этот раз мы заметили очень приятное впечатление от дорожки. Мощеная дорожка из дерева, тротуар, по которому могут спокойно выходить пешеходы. При входе в крепость раскинулся красивый парк. Здесь можно отдохнуть, посидеть в тени, выпить чашечку кофе или бокал вина. Детская площадка небольшая есть. Красивое место. А прямо над вами висят гранаты. Конечно, я не достану их, но вот они совсем близко. Друзья, вот я и забрался на стены. Вот. Вверху еще стена. Ну, а я вам хочу показать вид сверху. Что собой представляет одна из стен. Посмотрите, пожалуйста, как подо мной плывут корабли. Вот один корабль, и вот второй. Третий движется. Друзья, а впереди у меня пляж, тот самый пляж Клеопатра. И то место, откуда, по сути дела, я и начинал свое движение. Сейчас я приближу. Вот он, знаменитый пляж Клеопатры. А теперь я вниз наведу. Здесь так интересно. Друзья, безбрежное Средиземное море. Я стою на берегу Турции. А вот даль, совсем-совсем далеко, на противоположном стороне, начинается Африка, Египет и другие страны. Дорогие друзья, вот и подошло к концу нашего путешествия. Сейчас мы будем спускаться вместе с автобусами, машинами вниз к морю. Я увидел вот такое зрелище. Посмотрите. Океан любви. Ребята, ну такое тоже незабываемое зрелище. Посмотрите.